Знаменитый советский рок-бунтарь Александр Градский ненавидел прессу. Он придумал для её сотрудников обидную кличку «Журналюги». «Журналюги», «Журналюги», «Журналюги». Ведь они сомневались в его уникальности. Есть какие-то вещи, которые я умею делать, и больше этого никто не умеет делать. Он всё время говорил только о себе. О себе, какой он хороший, какой у него прекрасный голос. Вы слышите, какой у меня голос? У меня голос лучше всех. Гениальный, гениальный. Саш, у нас благотворительный концерт. «Соберутся все звёзды. Может, и ты споёшь по старой дружбе?» Предложил артисту знакомый. «Я благотворительностью не занимаюсь». Градский черканул цифру на бумажке и протянул другу. При виде суммы у того округлились глаза. Он мне ответил. «Ты знаешь, сколько стоит пригласить меня?» Он монетизировал всё, что только возможно. Жёны и коллеги жаловались на его патологическую скопость. Деньги лишили Градского друзей и близких. Он так их любил, что просто копил миллионы под кроватью. Однако большие деньги не принесли артисту счастье. Люди не понимают, что это такое наказание. Деньги огромные. Ни один вопрос не останется без ответа. Знаменитые люди, чей образ вызывал интерес у миллионов. Их сумасшедшие страсти. Личный демон, борьба с которым хранилась в тайне. Война, в которой выиграть невозможно. В январе 2022 года вдова Александра Градского заявила. Её ограбили. Как утверждала Марина Каташенко, неизвестные отняли у неё 100 миллионов рублей. Марина была на высокот смерти и получила сильнейший шок от всех этих событий. История напоминала сюжет дешёвого детектива. По словам Марины, на загородной трассе в её машину врезался автомобиль. Из него вышли трое неизвестных и набросились на Каташенко. Угрожая оружием, они заставили её вернуться в загородный дом. Там у вдовы знаменитого певца хранились под кроватью в обычной сумке 100 миллионов. Успел он умереть, радский несчастный. Уже у неё пропало 100 миллионов. Куда же они делят? Как это там? Эту огромную сумму Марина отдала грабителям без сопротивления. И даже подбросила их вместе с награбленным добром на своей машине до соседней Апрелевки. Но главный вопрос. Откуда взялись миллионы под кроватью знаменитого певца? Неужели это часть баснословных богатств, о которых ходило столько слухов? У него не было каких-то сумасшедших с потолка упавших миллионов. Если у него были миллионы, он их заработал. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Лауреат международного конкурса Александр Градский. 1977 год. Финал знаменитой песни года. На сцене никому неизвестный длинноволосый артист. Он так проникновенно страдает по утраченной молодости, что у зрителей слёзы наворачиваются на глаза. Как искренне любили, как верили в себя. Эта песня стала визитной карточкой артиста. И к Александру Градскому пришла всесоюзная слава. Его песня «О глянись, незнакомый прохожий» – это хит. Просто это песня о нас, о нашей жизни. И у него это здорово получалось. Этот новоявленный гений никогда даже не мечтал об эстраде. Выпускник Гнесинки, обладатель уникального голоса в три октавы, Градский не стремился и в оперу. Он бредил запрещенным в СССР роком и закатывал концерты прямо на улице. Он мог, например, во всём горло начинать петь в метро или на эскалаторе. Стоит такой худенький, воронёнкообразный пацан, чёрненький, с очечками, закрывающими все глаза свои его. Вот. И гвоздит. Так что стёкла дребезжат. Узнав о смерти Джона Леннона в 1980 году, Градский сокрушался. Теперь из великих остался только я. Он знал, что он гений. И переубедить его никто не мог в этом. Но через полгода после смерти Градского его двоюродная сестра обнародовала ужасные факты. Она заявила, что гениальный артист обманом присвоил себе имущество её покойного отца. Об этом Наталья молчала 20 лет. А теперь уверяет, что певец на самом деле лжец, лицемер и патологический жмот. Миф о потерянном гении рушился на глазах. Находились люди, которые один за другим обвиняли почившего Градского в жадности. Другие его оправдывали. Мол, у гения было трудное детство. И ещё подросткам Саша Градский осиротел. Тамара, она была драматической актрисой. В 1964 году она умерла. И это была очень большая трагедия для Саши. Вторая была трагедия, что через полгода его папа женился на другой женщине. Саша переехал к бабушке. Жили в бедности, которую Градский ненавидел. Именно тогда у нищего мальчушки появилась страсть к деньгам. Когда человек испытывал нужду и видел параллельно что-то другое, то, соответственно, формируется же характер. Второй страстью стала музыка. В 1966 году он вместе с друзьями основал одну из первых советских рок-групп «Скоморохи». И сразу вырвался в литер. «Скоморохи, я в атака, ух и хватка, что ни шутка, в глаз, а не в рот, припаутка, в глаз, а не в рот». Градский, пока был членом группы, он был таким же клевым пацаном, как и все мы. Его уникальный голос покорял слушателей. Однажды группу пригласили на концерт в НИИ. Пообещали хороший гонорар. Но во время подготовки концерта «Скоморохи» разругались с организаторами. В отместку музыкантам вырубили электричество. «Аппаратура выключена. Что делать?» «Моноров полный зал. Все возмущаются, орут. Темно». В темноте Градский взял гитару и пропел весь концерт без микрофона и сопровождения ансамбля. Публика была в восторге. Градский держал в напряжении вот этот зал. А зал больше тысячи мест. Там очень большой зал. Ну, 1200-1500. Без усилительной аппаратуры. Живым голосом. Без микрофона. Его голос покорил и первую красавицу советского кино Анастасию Вертинскую. Малоизвестный певец, рок-бунтарь и сирота отправился в ЗАГС с дочерью самого Вертинского и самой завидной невестой Москвы. Александр женился на Анастасии Вертинской по большой любви, по страсти. Свадьба, по-моему, была в ВТУА. Это Всесоюзное театральное общество, такой ресторан был. Было шумно, много людей. Но этот нашумевший брак продержался всего два года. Анастасия обвиняла мужа в жадности и утверждала, что жила с ним по дурости. Именно с ее легкой руки знаменитого певца за глаза стали называть не иначе, как гадским. После внезапной смерти Александра Градского в 2021 году журналисты писали невосторженные панигирики, а смаковали подробности войны за наследство. Певец оставил миллиардное состояние, которое перессорило всю его родню. Каждый раз, выходя в интернет, я вижу очередные какие-то пасквили. Думаю, господи, боже мой. Ну да, ребята, конечно, это какие-то заказные вещи. Говорили, что вдова Градского и его дети от предыдущих браков теснились у сейфа с деньгами, бросив знаменитого певца умирать в одиночестве. Я даже не предполагал, что у него, как раз, так много заработал. Но я думал, там, ну, может, там миллионов, там несколько. Но после смерти Градского пошли слухи о ста миллионах рублей, которые лежали под кроватью артиста и которые бесследно пропали. Их собственноручно выдала грабителям молодая вдова артиста. Родственники и друзья Градского обвинили вдову в сговоре с преступниками. Однако нашлись те, кто называл умершего артиста патологическим скупердяем. Я думаю, что жадность была на границе с алчностью. Вот где-то так к деньгам относился он трепетно. Актриса Анастасия Вертинская рассказала, что за годы брака с Градским не увидела от него ни копейки. А ведь именно ей, никому неизвестная сирота, был обязан своей карьерой композитора. В 1974 году на экраны вышел фильм Андрона Кончаловского «Романс о влюбленных». Зрители, затаив дыхание, наблюдали за историей героев и заслушивались звучавшими в ленте песнями. Их исполнял Александр Градский. После успеха фильма он стал востребованным композитором. Анастасия ввела его в мир кино, что позволило ему написать музыку к фильмам, к некоторым. Потом были песни к фильмам «Узник замка Ив». Искусство жить в Одессе. Градский написал музыку более чем к десяти кинолентам. Роман Градского и Вертинской завязался в Крыму. Александр распевал песни на лавочке и даже не заметил, как к нему подошла красивая девушка в халате и тапочках. Оказывается, Вертинская узнала, что где-то недалеко от нее живет артист с прекрасным голосом. И принялась его разыскивать. Она вышла на дорогу. Там до дороги нужно было еще дойти. Остановился ЗИЛ-130. Она села на ЗИЛ-130. Певец самодовольно объяснял друзьям. Его, такого уникального, заслуживает только особенная женщина. Ну как, может, не нравится такая женщина. Во всех смыслах. Даже там не в красоте. Дело, она вставала где-то посреди комнаты. И все смотрели только на нее. Но Анастасия быстро разочаровалась в своем избраннике. Избалованная красавица привыкла ко всеобщему поклонению. Мысли ваши так же прекрасны, как ваши волосы, ваши глаза, ваше лицо. Однако в лице Градского встретила такого же самовлюбленного эгоиста. Дочку в их браке поставила история с маленьким сыном Насти от предыдущего брака. Я все-таки был пацаном. И в 27 лет пытаться быть отцом парня, у которого 10. Настя грустно оглядела скудно накрытый стол. У нее застой в работе. Денег осталось совсем мало. А Саша не спешит делиться с семьей гонорарами. Хотя с мятыми пятерками и трешками от концертов забит весь диван. Мы просто какие-то деньги зарабатывали. Сашка был бухгалтером, кассиром. Он открывал диван так. И диван весь был забит. Там трешки, пятерки, такие мелкие деньги. То есть мы какие-то деньги получали за эти вот левые или полулевые концерты. «Мама, дай 10 копеек. Я хочу мороженое!» Закричал вбежавший на кухню Степа. «У меня нет денег», – вздохнула Вертинская. «Попроси у дяди Саши». Но Градский насупился. «Деньги надо зарабатывать самому», – важно сказал он ребенку. «Видишь, стоят майонезные баночки. Сдай их и купи себе мороженое». «Настя все-таки девушка из высшего общества и воспитания аристократического. И она не привыкла к тому, чтобы мужчины экономили на ней. Она себе такого, в общем, хорошего, высокого мнения. Мне неловко вам напоминать, но и принцесса. Я привыкла, чтобы меня развлекали». Представить себе, что Саша транжирит, раскидывается деньгами для Насти, я не могу. В молодежной мелодраме «Камертон», которая вышла на экраны в 1979 году, Александр стал не только автором песен, но даже появился на экране, в роли самого себя. «Да вы не волнуйтесь, вы пришли, я пришел, значит, вечер состоится». Артист исполнил шутливую песню про кроху, которая словно была списана с непростых отношений с Вертинской. «Ты сказала, да, больно, как топором отрубила, ты мне сделала больно, ты мне счастье разбила». Градский поклялся, что не даст ни одной женщине окрутить себя. И больше не считался ни с чьими интересами, кроме своих. В конце 70-х в группе «Скоморохи», которую создал Градский, грянул скандал. Его обвинили в алчности. «Он сделал из музыки средства добывания денег». Все, что зарабатывали «Скоморохи», складывалось в диван на квартире Градского. Он отказывал сохранить деньги в сберегательной кассе, ведь ее могли ограбить. Для артиста была невыносимой даже мысль о том, чтобы лишиться накопленных богатств. Никто не знал точных сумм. Но однажды участники коллектива случайно услышали размер гонорара, который заплатили организаторы концерта. Из этих денег они получили копейки. «Будь рокером, приезжать на «Шевролете», ходить лохматым с шарфом там наперевес, небритым говорить, кто ты такой». И тогда тот услышал, я Градский, а ты кто? Ты мне еще будешь указывать, сколько мне брать денег и сколько тебе давать. Своей любовью к деньгам и прижимистостью был известен и актер Михаил Кокшенов. Иди гуляй, папаша! И не мешай удовлетворять возросшие потребности покупателей! Он любил зарабатывать и экономил на всем. Актер второго плана просил самые большие гонорары. А в 90-е, когда многие обнищали, Кокшенов стал богатеем. Лучшая дорога с другом. Настолько вот был деловой, так на него посмотришь, вроде такой примитивно мыслящий простачок. На самом деле очень-очень хитрый, такой смекливый Иванушка-дурачок. Конечно, он был жаден. Конечно! Жаден? Ну, в каком смысле жаден? Это не жадность, а деньги это, которые дают кайф. Кокшенов быстро понял потребности аудитории. Любимые артисты в кадре – пошлый юмор и экшен, то есть активно разворачивающийся сюжет. Он стал клепать дешевые сериалы. Поехали! 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 Слово точу! Мы выезжаем, ждите! Актерам Кокшенов предлагал мизерные гонорары. Но они были счастливы и этому. И готовы были сниматься в откровенной халтуре, лишь бы выжить. А пока перебивались копейками, Михаил Кокшенов скупал квартиры и открывал счета. Все, идите домой! У него, как бы, там, квартира была чуть ли не у стен Кремля. Мы прекрасно знаем, сколько стоит такая квартира, да, там, это не один миллион долларов. Порядка пяти квартир есть еще в Москве, то есть были. И плюс ко всему была недвижимость за границей. Еще к тому же были счета в десяти банках. Кокшенов, как и Градский, был уверен, что женщинам нужны только деньги. Поэтому старался избегать официальных отношений. Однако все его несметные богатства съели попытки реабилитироваться после инсульта, который Кокшенов пережил в 2017 году. А правиться актер так и не смог. И в 2020-м умер от острой сердечной недостаточности. Но если скупердяй Михаил Кокшенов никогда не оскорблял коллег, то вот Александр Градский себя называл гением, а всех остальных считал ничтожествами и клеймил халтурщиками и непрофессионалами, которые недостойны своих гоноратов. Очень любил ерничать там, высмеивать кого-то. Ему на язык попадаться лучше не надо было. Он умел так обхамить, что, мало ли, покажется. В 1980-м году Градский пошел в ЗАГС в третий раз. Он женился на абсолютной красавице из интеллигентной семьи. Ольге Фартышевой на этот раз выбрал тихую и покорную супругу. Ольга была московская интеллигентка. Это несколько другое. Если у тебя папа Вертинский, ты растешь в другой среде. А если ты даже в семье московских инженеров или научных работников родился, это такие же люди обычные. Они прожили вместе 20 лет. Ольга посвятила себя семье. Родила двух детей – Даниила и Марию. Интеллигентная жена не требовала дорогих подарков. На себя Градский тоже не тратился. Годами не менял гардероб и прическу. Всю жизнь проходил в черном. Ведь так и должна одеваться настоящая рок-звезда. А он называл себя патриархом отечественного рока. Пел на русском и считал себя патриотом. Многие вот и за границей там выезжают, и недвижимость там, и, в общем-то, хотят как-то внедриться, скажем так, в музыкальную элиту там за рубежом. Вот. Градского этого не было. Он все свое творчество строил на том, чтобы быть в России. Саша, он патриот все-таки был. Однажды на гастролях с Комарухов участники группы разыграли Градского. Саше сообщили страшную тайну. Резидент иностранной разведки предлагает им сбежать на запад. Группа давала концерты в Чечне. И один из местных жителей подключился к розыгрышу. Градского завели в гостиницу, где по законам шпионского жанра направили лампу в лицо и предложили бежать за славой и большими гонорарами. Но Саша молчал. Последнее слово этого шефа я вспоминаю. Ты, значит, не предашь. Я вам клянусь, Сашка как стоял, он так в пол. Нет. И чувак этот, шефа, который играл, Теченец, говорит, молодец! В конце 90-х правительство Москвы выделило Градскому здание в центре столицы, где артист оборудовал собственный театр песней. Открытие затянулось на 20 лет, ведь певец никому не доверял, хватался за все сам. Он доверял только себе. Нужно там проехать в театр и решить вопрос, парковка – это Градский. Если посмотреть зал, это Градский, ну, там, не говоря уже о творческих вопросах. У меня продюсера нет, слава богу. Саша представить себе посредника между собой и любимыми деньгами – посредник между мной и деньгами. Нет, он не мог такого допустить. Само мнение Градского росло пропорционально с его доходами. Домашние привыкли ни в чем не спорить с Александром. Он был человеком импульсивным, это да. То есть он не особо сдерживал эмоции. Это вот такой бесконтрольный гнев. Доставалось даже о любимой бабушке. Однажды Саша репетировал с другом новую песню. Но баба Роза настойчиво приглашала их на обед. Когда она вошла с тарелкой супа, Саша выхватил тарелку и шваркнул об стену. Тарелка с супом разлетается, бабуля плачет, уходит на кухню. Мне тоже стало чуть не по себе. Я тоже убежал. Дети Градского росли безвольными и не стремились к самостоятельной жизни. Глядя на них, артист сокрушался. Ничего без меня не добьются. И однажды жена поставила Градского перед фактом. Она уходит к другому мужчине. Это было ее, наверное, решением. И это больно. Это самолюбие. Я, Градский, от меня ушли. Как? Что? В конце 80-х имя Александра Градского гремело на весь союз. Знаменитый рок-бунтарь с оперным вокалом собирал стадион. То такие вы, дельфины, люди моря, уважают вас любые корабли. Градскому не нужны были музыканты и яркие костюмы, чтобы держать в напряжении зал. С одной лишь акустической гитарой, весь в черном, стройной и элегантной, он выходил на сцену и разбивал женские сердца. Он следил за собой, он подкачивался, у него такой торс был накачан, а здесь, так сказать, руки, ходил к зеркалу, остановил встать. Буй! Что? У меня жопа небольшая? Нет. Хорошо. Он был очень модный такой, одет очень красиво, длинноволосый, в темных очках, в красивом пиджаке и вкусно пах. Но к концу жизни артист сильно изменился. Стройный и утонченный эстет, брошенный всеми женами, превратился в нерешливого, обрюзгшего толстяка. Не знаю, откуда у него появился лишний вес. Я сначала думал, что может от того, что он позволяет себе лишнего там поесть, пожрать и на ночь, и так, и так. Может быть, не без этого. Потом какие-то болячки. Телеведущая Кира Прошутинская вспоминала. Однажды Градский заглянул к ней в гости. Жаловался на врачей. Из-за болезней посадили на строгую диету. И вдруг схватил тюбик майонеза и начал выдавливать в рот. Когда отняли, он чуть не заплакал. Не хочу жить, никому не нужен. У меня ощущение, что вот как-то в душе он был одиноким. От одиночества Александр спасался работой. Сценический адреналин, который ты получаешь во время концерта, это лекарство. Это лекарство, которое и в возрасте потом держит тебя на плаву. В начале нулевых в шоу-бизнесе в моде были вовсе не интеллектуалы. Выступать на концертах вместе с поющими трусами Градский отказывался. И к середине нулевых остался в гордом одиночестве. На обочине сцены. Но при этом артист не обеднел. Александр получал авторские отчисления. Вкладывал гонорары в недвижимость, которую активно сдавал. Это как стало вложение. Деньги, как бумажки, даже если они лежат в банке, особенно теперь, не приносят дохода никакого. Они сгорают. Потому что инфляция. Поэтому вкладывать надо в недвижимость. Артист владел роскошной жилплощадью на Тверской. И еще парой квартир в престижных районах Москвы. Кроме того, Градскому принадлежали сотни квадратных метров коммерческой недвижимости. Загородный дом в Новоглаголево. Автопарк из лимузинов. И миллионы наличных денег, рассованных по всей квартире. У него странное отношение к деньгам было. Вот ей богу. Я когда вот все это узнал, мне как-то стало даже не по себе. Он их нигде-то не хранил, ни в банках, нигде. Он вот их складывал, там, по ящикам. Даже сам не помнил, куда чего положил. Но жадному артисту все было мало. Двоюродная сестра Градского до сих пор не может простить ему обиды. Ведь брат воспользовался долгим отсутствием Натальи в России и уговорил ее отца оформить квартиру на себя. В 2002 году умер мой папа. Я жила тогда во Франции. И я не могла дозвониться до папы. Несколько месяцев я позвонила Саше. И Саша мне сказал, приезжай, надо поговорить. Александр пригласил сестру на встречу и положил перед ней документы. Твой отец был очень на тебя обижен. Поэтому вашу квартиру завещал мне. Бросил он сухо сестре и выпроводил из родового гнезда. Из отцовского наследства Наталье достались лишь старые часы. Прошлась, посмотрела, я просто прощалась. Был вот такой сервантик, и вот лежали так часы. И я помню, я так взяла, вот так вот застегнула и сказала, до свидания. Точно так же, без вещей и без прав на наследство, осталась третья жена знаменитого писателя Эдуарда Успенского. Они прожили вместе почти 20 лет. Но когда Элеонора решила уйти от него, Эдуард попросту выставил ее из общего дома и еще попытался отсудить 7 миллионов компенсаций за годы в браке. Он же сразу сказал, он будет мстить. У него еще вот эта натура мстительная, на которую он, может быть, тоже, знаете, подтверждал свою значимость, что ли. Успенский был одним из самых высокооплачиваемых писателей в России. Только придуманный им образ чебурашки приносил миллион долларов в год. Он владел домами в Переделкине, на Рублевском шоссе, в Анапе, Риге, Успенске. Купил несколько квартир в Москве. Он умел зарабатывать, он много зарабатывал. Он довольно молодым человеком купился в Волгу, в таком временном роскошную. У него была дача, дом. Он ездил за границу, он был богатым и известным. В творческой среде ходили легенды о фантастической работоспособности Успенского. Он успевал писать книги, сочинять сценарии мультфильмов, которые становились настоящими хитами. И при этом бесконечно судился за права. Успенский стал первым, кто понял, что на этом можно зарабатывать большие деньги. Он круглые сутки с кем-то судился. И там, не знаю, где-то мелькнуло ухо Чебурашки, там, я не знаю, в Новой Гвинеи этот побежал в суд, где-то там на конфетах назвали похожим названием Чебурашка. Он тут же опять побежал в суд. Он отсуживал эти безумные деньги, и это было для него таким каким-то очень агрессивным спортом. При этом родная дочь Успенского после смерти отца откровенно рассказала, что при всех его богатствах жила практически в нищете. Это было что-то такое патологическое. То есть они покупали себе, он едет машину, покупает новую, да, за границу, а мне привозят какую-то вещь из секонд-хенда, которая доллар стоит, да, такую ношеную. Но несметное богатство не спасли его от смертельной болезни. Успенский умер от рака. Известный писатель кичил со своими богатствами, так же, как и Александр Градский, который гордо рассказывал в интервью, что всегда декларирует свои доходы. Но после смерти артиста обнаружилось, что часть богатств он все же скрывал дома. О запрятанных под кроватью миллионах знала лишь последняя жена артиста. Каташенко и Градский познакомились на улице. Он увидел встроенную молодую блондинку. «Девушка, если хотите прикоснуться к истории, звоните», протянул Градский листок с номером телефона. Через две недели девушка позвонила. Представляете, мужчине, там, 50, там, под 60, и в него влюбляется красотка. Мужчину с харизмой, с таким вот, понимаете, вот, ну, с железной позицией в жизни, известного. Это же как за каменной стеной. Киевлянка Марина Каташенко приехала покорять Москву на модельном подиуме. Она была почти на 35 лет моложе Градского. Но сразу же согласилась стать его гражданской женой. Утром ты уйдешь, я снова останусь одна. Нормальная, порядочная женщина не захочет работать моделью. А если она решает быть моделью, то, скорее всего, она хочет выйти замуж за состоятельную чек. Однако Градский, несмотря на свои богатства, не спешил баловать молодую сожительницу. Ты же знаешь, у меня нет денег. Он не давал Марине карманных денег, не дарил дорогие подарки и спешил вкладываться в карьеру и вести под венец. Почти 20 лет она прожила рядом со звездой на птичьих правах. И лишь незадолго до смерти уговорила певца узаконить отношения. Я понимаю Марину как женщина. Двое детей, муж старший, она уже выросла. Не дай бог, что произойдет, соответственно, у нее нет каких-то прав. Но в конце жизни Градского их брак больше напоминал существование безразличных друг другу людей. За это часто сам себе ругаю. За это часто сам себе хвалю. В 2012 году об артисте вспомнили и пригласили в жюри популярного телеконкурса с таким же названием. И он немножечко, так сказать, из этого чуть-чуть забвения выскочил тогда в эту передачу и снова себя как бы поднял. Он был очень грамотный, очень талантливый человек. И очень радовался за тех, кто был талантлив. Как он радостно поворачивался к тому или иному исполнителю, когда он слышал, что это круто, это получается. Правда, некоторые утверждали, что все дело было в деньгах. Ведь Градскому предложили за сезон шоу баснословный гонорар в миллион евро. Именно это наставничество его и подняло, в общем-то. И он стал популярным и известным именно в этот момент. И деньги к нему основные все пошли. Градский был уверен, что его талант заслуживает больших денег. Он и подумать не мог, что погоня за ними сведет его в могилу. В ноябре 21-го года поклонники шоу «Талантов» с ужасом узнали. Бессменный наставник Александр Градский почувствовал себя плохо во время записи. Его унесли на носилках прямо из съемочного павильона. Он уже на себя плюнул просто. И думал, что как будет, так будет. Слухи о проблемах со здоровьем у Градского ходили давно. Певец сильно постарел, с трудом ходил. Но при этом курил, как паровоз, и отказывался обследоваться. В какой-то момент он упустил, наверное, этот процесс. И у него начались гормональные изменения уже, с которыми бороться можно было только радикальными способами. А на это он, судя по всему, не был готов. Но близкие словно не замечали пугающих перемен. А ведь Градский был у них на виду постоянно. Сын Даниил работал помощником отца в театре «Градский холл». А дочь Мария была его ассистенткой в телевизионном шоу. Однако поводов для гордости дети не подавали. Градский сокрушался. Их интересуют только мои деньги. От Саши всегда кто-то что-то хотел. Но это так устроен мир. Молодая четвертая супруга Марина скромно держалась в тени. Она редко появлялась на публике, не давала интервью и совсем не интересовалась творчеством мужа. Оставьте меня в покое. И вообще вылезьте не в свое дело. Сколько раз я ее видела в своей жизни. Там не было шарма, там были стандарты. Красивые стандарты. Там длинные ноги, молодость и брекеты. В один из вечеров Градский давал для друзей домашний концерт. Гости замерли от восторга, заслушавшись пением. И даже не заметили, как в разгар концерта Марина молча вышла из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. Не всякая женщина в нашем современном уже обществе, вот, достаточно эмансипированном, согласна быть рабыней. А сосуществовать с Сашей бесконфликтно можно было только в статусе раба. Вот стоит один раз дать, больше и начнется. Известие о рождении сына у почти 65-летнего певца всех поразило. А когда 4 года спустя родился второй, недоброжелатели засплетничали с новой силой. Градского назвали старым эгоистом и даже сомневались в его отцовстве. У тебя маленький ребенок, да? Ну, ты же уже мало того, что ты уже и в возрасте у тебя, ты его даже при всем желании не сможешь вырастить просто по возрасту. Вот, но ты еще и, я смотрю, не очень здоровый человек. На что он мне ответил? Ну и что? Зато я им оставлю много денег. Деньги, по мнению Градского, перекрывали все его недостатки. Правда, друзья заметили, что с появлением детей этот невыносимый склочник стал мягче. Стал реже скандалить и ругаться. Великий матершинник всей Руси Александр Градский. То есть он себе в этом слове как бы не отказывал никогда. Он, так сказать, крыл правду матку и включая такое острое словцо. Но многие утверждали, певец стал тише не потому, что наслаждается семейным счастьем. Просто у серьезно больного Градского почти не осталось сил бушевать и скандалить. Он по-прежнему все время отдавал работе и не торопился домой. Ведь они с Мариной уже давно жили отдельно. Он жил у себя в квартире на Масмельевской, в Новой, где он себя ворол в студию. А Марина с детьми, по-моему, в загородном доме ушла. Это говорит о том, что она его перестала интересовать как женщину. Осенью 21-го артист не реагировал на происходящее на сцене. Градский сидел с полузакрытыми глазами, опустив голову. И, казалось, не понимал, где находится. Я помню этот эфир, когда он мокрый сидел. Да вся страна видела. Когда он сидел, у него рот был полуокрыт. Он же... И я сидел рядом с моей Аленой. И говорю, нахрена, они мучают. Его же видно, что он плох. 26 ноября 2021 года Градскому стало плохо прямо во время съемок очередного сезона телешоу. Из студии его увезли в больницу, где Градский скончался через сутки от ишемического инсульта. Возле умирающего певца не оказалось никого из близких. За руку его держала сиделка, которую ему предложила третья жена Ольга. Потому что она очень переживала за Сашу. Очень переживала. Ну, это отец ее детей. Вот там где-то в СМИ было написано, а руку держала, поклонница. Да никакая не поклонница. Это была сиделка. По словам знакомых, жена и взрослые дети артиста в это время уже делили наследство. Ведь Градский так и не оставил завещание. Наверное, одна из причин, почему он не оставил завещание такого, где бы он разделил наследство по справедливости. А вот вы теперь делитесь, а я посмотрю. А драться было за что. По самым скромным подсчетам, имущество певца оценивается в миллиард рублей. Украденные 100 миллионов были лишь частью богатств артиста. Злые языки называли ограбление инсценировкой. Говорили, что Марина не захотела делиться наличкой с остальными наследниками. А их становилось все больше. О своих правах на имущество заявила третья женоградского Ольга. Даже двоюродная сестра Наталья пыталась вернуть незаконно отнятую, по ее словам, квартиру отца. Однако быстро отказалась от борьбы. Там очень сильный адвокат. Там игра не их, там игра профессионалов. Дележка наследства продолжается до сих пор. И на ее фоне уже никто не вспоминает о таланте Градского и его уникальном голосе. Три октавы певца утонули в шуме денежных склок. 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 Продолжение следует...